Снимать такой сериал, как этот, очень непросто. И, несмотря на это, отшумевший сезон получился на редкость удачным и насыщенным. И это была заслуга сценаристов, которые совместно с мастерством режиссёра смогли сделать из простенького сюжета завязки и пары эпизодических персонажей полноценную картину. Картину, которую хочется смотреть и смотреть. Зрители быстро проникаются в сюжет хороших сериалов. И когда он заканчивается, прощаться с ним всегда трудно, ведь он стал как родной. Вот почему многие хотят продолжения любимых историй. Как и в этом случае, пока что нет ни одного официального заявления от создателей. Это значит, что нам придётся подождать ещё какое-то время, пока создатели не представят нам анонс долгожданного нового сезона. Подробностей о продолжении очень мало. Достоверных дат сейчас и вовсе нет. А как вы считаете, стоит ли снимать продолжение, и что в нём должно быть по вашему мнению? Такой прекрасный сериал обязательно должен получить своё продолжение. Ведь данную историю развивать можно ещё очень долго. Киноиндустрия – это загадка, которая может быть столь же непредсказуемой, сколь и увлекательной. Это мир, в котором небольшой малобюджетный инди-фильм может мгновенно стать классикой, а многомиллионный блокбастер может стать колоссальным провалом. Но что заставляет одни фильмы взлетать, а другие рушатся и гореть? В основе каждого успешного фильма лежит захватывающая история. Хорошая история – это основа, на которой строится фильм, это то, что удерживает аудиторию от начала до конца. Хорошо рассказанная история может перенести нас в другой мир, познакомить с очаровательными персонажами и вызвать у нас целый ряд эмоций, от радости и смеха до страха и печали. Но одной хорошей истории недостаточно, чтобы гарантировать успех. Время также имеет решающее значение. Фильм, который выходит в нужное время, когда публика жаждет чего-то нового и захватывающего, может мгновенно стать хитом. Например, фильм ужасов, выпущенный незадолго до Хэллоуина, имеет больше шансов преуспеть, чем фильм, выпущенный в середине лета. Маркетинг также играет огромную роль в определении успеха фильма. Хорошо проведенная маркетинговая кампания может вызвать ажиотаж и предвкушение, заинтересовав людей фильмом еще до его выхода. С другой стороны, плохо продаваемый фильм может остаться незамеченным и быть забытым. Кастинг фильма также имеет решающее значение. Известный актер или актриса может привлечь аудиторию и придать фильму ощущение важности. Талантливый актерский состав может улучшить даже самый посредственный сценарий, в то время как слабый актерский состав может погубить потенциально отличный фильм. Режиссеры также играют важную роль в успехе. Опытный режиссер может взять хороший сценарий и превратить его в шедевр, в то время как менее опытный режиссер может испортить отличную историю. Режиссерское видение, стиль и умение работать с актерами могут создать или разрушить фильм. Стиль режиссера – еще один критический фактор, который может предрешить успех фильма или сериала. Каждый режиссер имеет уникальный стиль, который отличает их от других. У некоторых режиссеров есть определенный жанр, в котором они преуспевают, в то время как у других есть особый визуальный стиль или стиль повествования, который отличает их от других. Стиль режиссера может помочь создать запоминающийся фильм, который будет выделяться на фоне многолюдного кино. Наконец, есть нематериальный фактор удачи. Иногда фильм просто вызывает отклик у зрителей, становясь культурным явлением, которые никто не мог предсказать. В других случаях фильм, который кажется безошибочным хитом, может провалиться по причинам, которые никто не может объяснить. Фильмы и сериалы являются одними из самых популярных форм развлечения во всем мире. И не секрет, что их часто необходимо адаптировать для других языков, чтобы охватить более широкую аудиторию. Во-первых, процесс адаптации фильма или сериала на другой язык требует большего, чем простой перевод сценария. Переводчики должны учитывать культурные нюансы и различия, идиомы, разговорные выражения и даже шутки, которые могут плохо переводиться. Это означает, что при переводе должна быть проделана большая творческая работа, чтобы гарантировать, что юмор, эмоции и общее воздействие оригинального контента будут переданы наилучшим образом. Одним из распространенных подходов к адаптации является дублирование голоса, которое включает замену исходной звуковой дорожки на новую. В этом случае новая звуковая дорожка записывается актерами озвучивания. Дублирование может быть сложной задачей, поскольку актеры озвучивания должны не только передавать эмоции оригинальных актеров, но также соответствовать тону и темпу оригинального звука. Требуется отличное владение целевым языком, а также актерское мастерство, чтобы дублированная версия звучала максимально естественно. Другой подход – это субтитры, при которых письменный перевод исходного звука отображается внизу экрана. Субтитры популярны во многих странах и позволяют зрителям наслаждаться оригинальным звуком и игрой актеров. Однако субтитры также требуют пристального внимания к деталям, поскольку текст должен быть правильно синхронизирован с действием на экране и не отвлекать внимание зрителя от визуальных эффектов. Хотя могут быть внесены некоторые изменения в сценарий, цель всегда состоит в том, чтобы оставаться как можно более верным оригиналу, но при этом доставлять удовольствие целевой аудитории. Но когда всё сделано правильно, это может предоставить зрителям увлекательный и интересный опыт, независимо от их языка или культуры. Более того, процесс адаптации фильмов и сериалов на другие языки становится всё более важным, по мере расширения мировой индустрии развлечений. С появлением стриминговых сервисов и возможностью охватить аудиторию по всему миру, создатели и распространители контента должны сделать так, чтобы их контент был доступен как можно большему количеству людей. Всё это привело к увеличению спроса на высококачественные переводы и адаптации, что создаёт новый рынок для лингвистов и студий. Адаптация фильмов и сериалов на другие языки – сложный и ответственный процесс, который включает в себя гораздо больше, чем простой перевод сценария. Требуется творческий подход, культурная чуткость и глубокое понимание целевой аудитории, чтобы сохранить суть исходного материала и при этом сделать его интересным для местной аудитории. С продолжающимся ростом мировой индустрии развлечений, спрос на высококачественные адаптации и переводы в будущем будет только расти, что делает его захватывающим. Несмотря на бесчисленные исследования, опросы и алгоритмы, используемые для анализа потребительского поведения, предсказание успеха в индустрии развлечений – это, как известно, сложная задача. Но есть и хорошие новости. Мы можем делать обоснованные предположения, основываясь на определенных факторах, которые исторически были связаны с успехом. Например, известные актеры или режиссеры, связанные с проектом, часто привлекают внимание и волнение публики. Сильная маркетинговая кампания также может вызвать ажиотаж и ожидания. Еще одним фактором является жанр постановки. Определенные жанры, такие как боевик, комедия и драма, имеют широкую привлекательность и, как правило, хорошо себя зарекомендовали. Однако даже в рамках этих жанров успех может быть разным. Например, романтическая комедия может стать хитом, а боевик может провалиться. Также стоит учитывать нынешний культурный климат. Постановки, затрагивающие актуальные социальные или политические вопросы, часто вызывают разговоры и вызывают интерес. Конечно, из каждого правила есть исключения. Некоторые постановки с громкими именами, масштабными маркетинговыми кампаниями и популярными жанрами по-прежнему проваливаются в прокате или не привлекают внимания зрителей. А иногда производство без громких имен, небольшого маркетинга и малопопулярного жанра может стать неожиданным хитом. Однако стоит отметить, что рост стриминг-сервисов добавил новый уровень сложности к прогнозированию успеха. Эти сервисы полагаются на аналитику, основанную на данных, для принятия решений о том, какой контент производить или приобретать. Анализируя данные о просмотрах и поведении пользователей, они могут определить закономерности и тенденции, которые могут указывать на то, что интересует аудиторию. Один из самых удивительных моментов, которую мы склонны упускать из виду, это использование цвета. Кинематографисты используют цвет по-разному, чтобы усилить эмоциональность и атмосферу истории. Например, теплые цвета, такие как красный, оранжевый и желтый, создают ощущение тепла и волнения, а более холодные окраски, такие как синий и зеленый, создают спокойное и безмятежное настроение. Эти цвета могут использоваться для обозначения черт характера или даже предзнаменования событий. Также одной из самых удивительных деталей, которую мы склонны упускать из виду, является использование предзнаменований. Кинематографисты часто используют тонкие намеки на протяжении всего фильма или сериала, чтобы намекнуть на то, что будет дальше. Это можно сделать с помощью диалогов, визуальных подсказок или даже деталей фона. Эти намеки часто упускаются при первом просмотре, но становятся понятными при последующих. Прошли времена громоздких камер и дорогой втопленки. Современные кинематографисты имеют доступ к высококачественным цифровым камерам, легким и простым в использовании. Это позволяет им снимать потрясающие визуальные эффекты и рассказывать свои истории способами, которые раньше были невозможны. Но меняются не только технологии. То, как мы рассказываем истории, также изменилось. Сегодняшние кинематографисты более разнообразны, чем когда-либо прежде. Они привносят в киноиндустрию новые перспективы и свежие идеи. Они рассказывают истории, которые когда-то считались табу, и бросают вызов традиционным нарративам. Кинематографисты из разных слоев общества теперь получают возможность рассказать свои истории и поделиться своими уникальными взглядами. Это не только привело к более разнообразному и репрезентативному содержанию, но также позволило глубже понять и сочувствовать различным культурам. Приглушенный свет, попкорн в руках. Предвкушение нарастает, когда начинаются вступительные титры. Просмотр фильма или сериала – это любимое времяпрепровождение для многих. Но бывают случаи, когда лучше просто нажать кнопку «Стоп» и двигаться дальше. Как понять, что фильм или сериал тратят ваше драгоценное время? Вот некоторые признаки, на которые стоит обратить внимание. Прежде всего, если сюжет не захватит вас в течение первых 15 минут, скорее всего он не станет лучше. Мы все виноваты в том, что держимся за фильм или сериал, надеясь, что он улучшится. Но чаще всего это просто становится пустой тратой времени. Если вы не зацепились в первые минуты, пришло время переключиться на что-то другое. Если вы обнаружите, что проверяете свой телефон или отвлекаетесь во время просмотра, то это признак того, что фильм или сериал не удерживают ваше внимание. У вас может возникнуть соблазн многозадачности. Но если вы не полностью погрузитесь в историю, вы упустите ключевые детали. Наконец, обратите внимание на общий тон фильма или сериала. Если он слишком темный, жестокий или депрессивный, возможно он не стоит вашего времени. Выбор фильма или сериала может быть непростой задачей, но учитывая свое настроение, интересы, отзывы и рекомендации, вы сможете найти идеальный вариант для следующего просмотра. Так зачем довольствоваться одним и тем же, когда есть целый мир развлечений? Процесс создания сериала или фильма невероятно сложен и включает в себя множество различных этапов, каждый из которых требует времени и опыта. Во-первых, давайте поговорим о сериалах. Время, необходимое для создания сериалов, может варьироваться в зависимости от множества факторов. Некоторые из них выпускаются еженедельно, а новые серии выходят в эфир каждую неделю в течение сезона. Другие сериалы могут быть созданы все сразу, а затем выпущены целиком на потоковой платформе, такой как Netflix или Amazon Prime Video. Для еженедельных сериалов процесс обычно начинается за несколько месяцев до выхода в эфир первого эпизода. Сценаристы начинают с разработки концепции и написания сценария пилотного эпизода. Как только пилот получит зеленый свет, сценаристы приступят к работе над остальными эпизодами сезона. Это может занять несколько месяцев, так как каждый эпизод должен быть тщательно проработан и доработан, чтобы гарантировать, что он вписывается в общую сюжетную линию сезона. После того, как сценарии будут готовы, съемочная группа приступит к подбору актеров, поиску локаций и разработке декораций и костюмов. Это может занять еще несколько месяцев, так как каждый аспект должен быть тщательно спланирован и реализован. Время, необходимое для создания фильма, зависит от нескольких факторов, включая жанр, бюджет, сценарий, съемочную группу и видение режиссера. Однако в среднем на создание фильма от замысла до релиза уходит около двух-трех лет. Первым шагом в создании фильма является процесс написания сценария. Этот процесс может занять от недель до нескольких лет, в зависимости от сложности истории и количества необходимых исправлений. После того, как сценарий готов, следующим шагом является подготовка к съемкам, когда нанимается съемочная группа, определяются локации и определяется бюджет. Фактически съемочный процесс может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от размера и сложности производства. В это время съемочная группа неустанно работает над тем, чтобы запечатлеть замысел режиссера на камеру. Каждая деталь, от освещения до звука и спецэффектов, должна быть идеальной, чтобы создать цельный кинематографический опыт. После завершения съемок начинается процесс постпродакшна. Это включает в себя монтаж, звуковой дизайн и визуальные эффекты. Постпродакшн может занять от нескольких месяцев до года, в зависимости от сложности фильма и количества необходимых спецэффектов. После завершения постпродакшна фильм готов к прокату. Однако, прежде чем общественность увидит его, необходимо предпринять еще несколько шагов. К ним относятся маркетинг и продвижение, кинофестивали и сделки по распространению. Все эти шаги могут занять от нескольких месяцев до года и более. Актеры готовы, но не хватает одного важного элемента – звука. Без звуковых эффектов фильм или сериал могут не получиться, и зрители будут чувствовать, что чего-то не хватает. Вот тут-то и появляется искусство звукозаписи. Запись звуковых эффектов для фильмов и сериалов – сложный и увлекательный процесс, в котором участвует команда опытных профессионалов, работающих вместе над созданием захватывающего звука. Эти звукорежиссеры и так называемые специалисты по шумам фоли способны перенести нас в другой мир, дать нам почувствовать, что мы находимся прямо в центре событий. Представьте себе сцену, где персонаж идет в лесу. Шуршание листьев под ногами, щебетание птиц, далекий звук ручья. Все эти звуки должны быть тщательно записаны и наложены друг на друга, чтобы создать реалистичный и захватывающий звуковой опыт. Специалисты фоли используют различные реквизиты и оборудование, чтобы воссоздать эти звуки в студии. От хруста сельдерея для имитации звука ломающихся костей, до использования полотенца и пары обуви для создания звука шагов на разных поверхностях. Но звукозапись – это не только создание реалистичных звуковых эффектов. Речь также идет об использовании звука для передачи эмоций и рассказа истории. Простая мелодия на фортепиано может тронуть струны нашего сердца, а внезапный взрыв музыки может заставить нас вскочить со стула. Звуковые эффекты могут создать напряжение и даже заставить нас смеяться. Одним из самых сложных аспектов записи звуковых эффектов для фильмов и сериалов является запись звуков реальных ситуаций. Представьте, что вы пытаетесь записать звук автокатастрофы или грозы. Ждать, пока эти события произойдут естественным образом, не совсем практично. Вот где в дело вступают звукорежиссеры, использующие комбинацию записанных звуков и специальных эффектов для создания того самого желаемого эффекта. Искусство звукозаписи постоянно развивается, постоянно появляются новые технологии и приемы. От использования бинауральной записи до разработки звукового дизайна виртуальной реальности – возможности безграничны. Кроме того, звуковые эффекты не ограничиваются только добавлением реализма или эмоциональной глубины сцены. Их также можно использовать для создания ощущения времени и места. Например, звук дискового набора телефона может перенести нас в прошлое, а потрескивание винила может вызвать ностальгию по ушедшей эпохе. Но несмотря на эти достижения, для записи звуковых эффектов для фильмов и сериалов по-прежнему требуются значительные навыки и мастерство. Требуются годы практики и опыта, чтобы овладеть искусством фоли, понять физику звука и узнать, какие микрофоны и методы записи использовать в различных ситуациях. Актерское мастерство часто считается одной из самых гламурных профессий в мире. От красных дорожек до высокобюджетных съемочных площадок актеры постоянно находятся в центре внимания. Однако искусство актерского мастерства – это гораздо больше, чем просто надевание костюма и произнесение реплик. Речь идет о воплощении персонажа, становлении кем-то совершенно отличным от себя. Процесс превращения в персонажа может оказаться непростой задачей даже для самых опытных актеров. Это требует глубокого понимания личности персонажа, его мотивов и эмоций. Актер должен быть в состоянии полностью погрузиться в мир персонажа и достоверно передать его мысли и действия. Давление, связанное с работой в сжатые сроки, может быть невыносимым. Необходимость каждый раз показывать убедительную игру может сказаться на психическом и физическом здоровье актера. Постоянное давление, чтобы оправдать ожидания, может быть утомительным. И многие актеры изо всех сил пытаются сохранить свою концентрацию и энергию на протяжении всего съемочного процесса. Несмотря на эти проблемы, награда за воплощение персонажа может быть огромной. Когда актер успешно перевоплощается в персонажа, он привносит в роль уникальный вид, который может очаровать зрителей и оставить неизгладимые впечатления. Способность переносить зрителей в другой мир и вызывать сильные эмоции – вот что делает актерское мастерство такой мощной формы искусства. Однако сложность перевоплощения в персонажа может варьироваться в зависимости от типа роли и опыта актера. Например, некоторым актерам может быть легче превратиться в персонажа, который имеет те же черты или опыт, что и они сами. Многие актеры считают процесс превращения в персонажа одним из самых полезных аспектов своей профессии. Это позволяет им исследовать различные аспекты себя и уникальным образом связываться с окружающим миром. Процесс трансформации также может быть терапевтическим для актеров, позволяя им исследовать сложные эмоции и переживания, которые в противном случае у них, возможно, не было бы. Для некоторых знаменитостей слава может быть палкой о двух концах. В то время как это приносит им огромное богатство, обожание и возможности, это также имеет высокую цену. От безжалостных папарацци до назойливых фанатов, личного и профессионального давления. Цена славы может быть огромной. Одним из самых существенных недостатков славы является потеря конфиденциальности. Известные актеры постоянно находятся в центре внимания общественности. Каждый аспект их жизни изучается и анализируется. Каждое движение, которое они делают, каждое слово, которое они говорят, открыто для интерпретации, что приводит к сильному давлению для поддержания идеального публичного имиджа. Это постоянное внимание может быть умственно и эмоционально истощающим, приводя многих знаменитостей к беспокойству, депрессии и другим проблемам с психическим здоровьем. Стремление сохранить свою славу и успех также может привести к злоупотреблению психоактивными веществами и зависимости, поскольку актеры обращаются к алкоголю, чтобы справиться со стрессом в своей повседневной жизни. Еще одним существенным недостатком славы является напряжение, которое она может оказать на личные отношения. Известные актеры часто изо всех сил пытаются поддерживать стабильные и здоровые отношения из-за требований своей карьеры и постоянного присутствия папарацци. От скандалов с изменами до грязных расставаний СМИ быстро набрасываются на любой намек на драму, что делает почти невозможным для знаменитости управлять своими отношениями наедине. Финансовое бремя славы также может быть недостатком. Хотя может показаться, что знаменитости обладают бесконечным богатством, они часто несут ответственность за поддержку не только себя, но и всего своего окружения. От менеджеров и агентов до личных помощников и стилистов стоимость поддержания их имиджа и карьеры может быть ошеломляющей. В заключении отметим, что обратная жизнь известных актеров гораздо сложнее и интереснее, чем кажется со страны. Хотя обычному человеку это может показаться гламурным и захватывающим, реальность такова, что слава обходится дорого. Потери конфиденциальности, нереалистичные ожидания, постоянные требования и финансовое бремя – все это может сказаться на психическом и физическом здоровье знаменитостей. Когда дело доходит до актерского мастерства, физическая подготовка часто рассматривается как дополнительная опция. Но для актеров, которые хотят показать себя с лучшей стороны и вывести свое мастерство на новый уровень, поддержание здоровья тела и разума абсолютно необходимо. Во-первых, физическая подготовка имеет решающее значение для способности актера играть сложные роли. Будь то физически сложная боевая сцена или длинный монолог, хорошая физическая форма может иметь решающее значение для способности актера убедительно сыграть роль. Выносливость, сила и гибкость являются ключевыми компонентами физической подготовки, которые могут помочь актеру оставаться на вершине своей игры. Помимо непосредственных требований работы, физическая подготовка также может оказать глубокое влияние на общее самочувствие актера. Доказано, что регулярные физические упражнения снижают стресс, улучшают настроение и улучшают когнитивные функции. В такой требовательной и конкурентной сфере, как актерское мастерство, эти преимущества могут иметь неоценимое значение для психического и эмоционального здоровья актера. Но физическая подготовка – это не только посещение тренажерного зала или пробежка, это также забота о своем теле и разуме другими способами. Здоровое питание – достаточное количество сна и время для ухода за собой. Все это важные компоненты физической подготовки, которые могут помочь актеру чувствовать себя лучше как на съемочной площадке, так и вне ее. Уделяя первоочередное внимание своему здоровью и благополучию, актеры могут улучшить свои выступления, расширить свои карьерные перспективы и наслаждаться более счастливой и полноценной жизнью как на сцене, так и за ее пределами. При этом важно помнить, что избыточный вес не обязательно означает, что актер менее талантлив или менее способен. Есть много успешных актеров, которые не соответствуют типичному голливудскому шаблону и добились успеха, используя свою уникальную внешность и таланты. Более того, индустрия развлечений медленно, но верно становится все более инклюзивной и принимает различные типы телосложения. Теперь у актеров с избыточным весом больше возможностей найти работу, и многие постановки активно ищут исполнителей с разным опытом. Когда дело доходит до съемок фильма или сериала, все продумано до мельчайших деталей. Сценарии пишутся и репетируются, декорации проектируются и строятся, актеры подбираются. Однако даже при всем этом планировании всегда остается место для импровизации. На самом деле, некоторые из самых знаковых моментов в истории кино и телевидения стали результатом импровизации. Искусство импровизации – это мощный инструмент в руках умелого актера. Но что такое импровизация и как она работает на съемочной площадке? По своей сути, импровизация – это акт спонтанного создания чего-либо в данный момент без предварительного планирования или подготовки. В контексте актерской игры это может включать в себя создание новой линии диалога на месте, неожиданную реакцию на партнера по сцене или даже импровизацию всей сцены с нуля. Несмотря на трудности, многие актеры используют возможность импровизировать на съемочной площадке. Для одних импровизация – это способ привнести спонтанность и энергию в свои выступления, а для других это шанс проявить себя творчески и пойти на риск. Прелесть импровизации в том, что она может принимать разные формы. Иногда это простая импровизированная фраза, добавляющая сцене нотку юмора или пафоса. В других случаях это совершенно новая сцена, возникающая в момент вдохновения на съемочной площадке. А еще бывают моменты чистого хаоса, когда актер выходит за рамки сценария, а всем остальным приходится изо всех сил стараться не отставать. Но независимо от того, какую форму она принимает, импровизация всегда захватывающая. Это шанс увидеть самых творческих и смелых актеров, раздвигающих границы возможного на экране. Конечно, не все режиссеры – любители импровизации. Некоторые предпочитают придерживаться сценария, опасаясь, что излишняя импровизация нарушит темп или тон сцены. Другие приветствуют это с распростертыми объятиями, зная, что лучшие моменты в кино и на телевидении часто случаются, когда актерам предоставляется свобода играть. Костюмы – неотъемлемая часть фильмов и сериалов. Они добавляют общей визуальной привлекательности постановки, а также помогают зрителям понять персонажей и историю. Художники по костюмам играют важную роль в производственном процессе. Они начинают свою работу с изучения периода времени, обстановки и персонажей, чтобы создать аутентичные и правдоподобные костюмы. Они рассматривают ткани, цвет и функциональность каждого костюма, принимая во внимание личность персонажа и требования истории. Костюмы можно использовать для переноса зрителей в разные периоды времени и даже в альтернативные вселенные. Они могут вызвать чувство ностальгии или страха и могут помочь зрителям понять мотивы и личность персонажа. Например, в фильме «На средневековую тематику», костюмы могут помочь зрителям понять социальную иерархию того времени. Члены королевской семьи будут носить сложную и дорогую одежду, а крестьяне будут носить простую. Костюмы также могут помочь установить обстановку, облегчая зрителям погружение в историю. В научно-фантастическом фильме костюмы также могут использоваться для представления футуристического мира и культуры, в которых разворачивается история. Костюмы могут отражать передовые технологии, инопланетные расы и социальные нормы мира, в котором живут персонажи. Они могут варьироваться от гладких металлических комбинезонов до сложной одежды, вдохновленной инопланетянами. Футуристические костюмы также могут вызвать чувство благоговения и удивления, перенося зрителей в мир за пределами нашего собственного. Костюмы супергероев созданы не только для того, чтобы отражать сверхспособности персонажа, но и для того, чтобы визуально передать его личность. Костюмы могут установить ценности и мотивы персонажа. Например, супергерой, одетый в темный, задумчивый костюм, может означать его серьезность и целеустремленность. Напротив, яркий костюм может представлять более оптимистичную и веселую личность. Дизайн костюма также может передать культурное происхождение, наследие или личные предпочтения персонажа. Кроме того, костюмы также могут быть использованы для создания чувства иронии или юмора в истории. Персонаж, одетый в неожиданный или неуместный костюм, может усилить комедийный эффект сцены. В последние годы в индустрии развлечений наблюдается замечательная тенденция переделывать классические фильмы и сериалы. Ремейки, от любимых детских фильмов до культовой классики, в наши дни кажутся повсюду. Этот всплеск ремейков вызвал споры как среди зрителей, так и среди критиков, одни хвалят новые интерпретации, а другие критикуют их как ленивые попытки нажиться на ностальгии. Итак, что движет этой тенденцией? Одним из факторов, несомненно, является сила ностальгии. У всех нас есть воспоминания о просмотре определенных фильмов или сериалов с семьей и друзьями, и возможность вернуться к этим воспоминаниям может быть неотразимой. Ремейки позволяют нам пережить этот опыт, наслаждаясь современными ценностями и обновленными сюжетными линиями. Но одна только ностальгия не может объяснить широкую популярность ремейков. Еще одна причина их популярности – то, как они могут вдохнуть новую жизнь в знакомые истории. Отличный ремейк может взять любимую классику и сделать ее свежей и актуальной для нового поколения. Обновляя обстановку, персонажи или темы, ремейк может использовать текущие культурные тенденции и общаться с более молодыми зрителями. Конечно, не все ремейки одинаковы. Некоторые из них плохо выполнены и не могут передать магию оригинала. Лучшие ремейки обеспечивают баланс между уважением к исходному материалу и привнесением чего-то нового. Недавний всплеск ремейков – сложное явление, которое говорит о нашей ностальгии, нашем желании по-новому взглянуть на знакомые истории. Любите вы их или ненавидите, ремейки никуда не денутся. И будет интересно посмотреть, как они будут развиваться в ближайшие годы. Фильмы или сериалы – вечный вопрос, который терзает умы любителей развлечений повсюду. Оба формата имеют свою уникальную привлекательность, но какой из них лучше? Ответ не так прост, как можно подумать. Все зависит от того, что вы ищете. Кино всегда было популярным форматом для вечернего развлечения. Фильмы предлагают полную историю за короткий промежуток времени, обычно продолжительностью не более двух-трех часов. Это означает, что история должна быть лаконичной и по существу, оставляя мало места для развития персонажей или замысловатых поворотов сюжета. Тем не менее, ограниченные временные рамки также означают, что фильмы должны быть насыщенными действиями и захватывающими от начала до конца. Они должны захватить внимание зрителя. Но пока не сбрасывайте со счетов сериалы. Благодаря более длительному времени просмотра, сериалы обладают уникальной способностью полностью развивать персонажей и сюжетные линии в течение нескольких сезонов. Мы вкладываемся в жизнь персонажей, наблюдая, как они растут и меняются так, как фильмы просто не могут сравниться. А с появлением стриминг-сервисов мы теперь можем смотреть целые сезоны за один присест, погружаясь в мир на несколько часов подряд. Конечно, у обоих форматов есть недостатки. Фильмы часто могут казаться поспешными, а важные детали упущены из-за нехватки времени. И хотя у сериалов больше времени для конкретизации сюжетных линий, они также могут страдать от второстепенных эпизодов, которые мало способствуют развитию сюжета. Кроме того, с таким количеством доступных вариантов сериалов может быть сложно решить, что смотреть дальше. Каждый формат предлагает что-то уникальное и ценное, и в конечном итоге все сводится к личным предпочтениям. Являетесь вы поклонником величия большого экрана или же глубины развития персонажей в сериалах, но все же нельзя отрицать, что оба вида развлечений имеют свою собственную магию. За последние годы мир кино претерпел огромные изменения. С развитием технологий и меняющимися потребностями кинозрителей, киноиндустрия должна была адаптироваться, чтобы оставаться актуальной. Прошли те времена, когда простого сюжета и хорошей игры было достаточно, чтобы порадовать зрителей. Сегодняшние кинозрители требуют большего, и кинематографисты должны реагировать соответствующим образом. Одним из наиболее значительных изменений в потребностях кинозрителей стало появление иммерсивных впечатлений. Сегодняшние зрители хотят быть полностью поглощенными сюжетом, который они смотрят. И кинематографисты ответили на это передовыми спецэффектами, трехмерными технологиями и экранами высокой четкости. В результате получается более интенсивный и увлекательный кинематографический опыт, который позволяет зрителям почувствовать, что они являются частью действия. Еще одним ключевым изменением в потребностях кинозрителей является стремление к разнообразному представлению. В прошлом Голливуд был известен своим отсутствием разнообразия, и в фильмах часто фигурировали главным образом белые мужчины. Сегодняшние зрители хотят видеть свое отражение на большом экране, и кинематографисты ответили более разнообразным актерским составом и повествованием. Рост стриминг-сервисов также повлиял на потребности кинозрителей. Благодаря удобному просмотру по требованию. Кинозрители ожидают больше возможностей и гибкости в своих кинематографических впечатлениях. Сервисы отреагировали созданием собственного контента и предложили более широкий выбор фильмов и сериалов, чем традиционные кинотеатры. Это создало больше возможностей для независимых кинематографистов и предоставило зрителям доступ к более широкому кругу историй. Наконец, социальные сети оказали значительное влияние на потребности кинозрителей. Они упростили сегодняшним зрителям возможность делиться своими мыслями и мнениями о фильмах. Это создало спрос на более социально и политически сознательные фильмы. Поскольку зрители хотят видеть истории, отражающие их ценности и убеждения. Кинематографисты, которые могут удовлетворить эти потребности, обязательно преуспеют в этой быстро развивающейся отрасли. Кастинг на роли в фильмах и сериалах – увлекательный процесс, требующий большого мастерства и опыта. Это первый и один из самых важных шагов в создании фильма или сериала, так как он может решить судьбу проекта. Успешный кастинг может поднять сценарий на совершенно новый уровень, а неудачный может его испортить. Давайте подробнее рассмотрим процесс кастинга и то, что делает его успешным. Первым шагом в кастинге является определение ролей и характеристик персонажей. Это делают сценаристы и режиссеры, которые вместе создают подробные описания каждого персонажа. Они учитывают такие факторы, как возраст, пол, личностные качества и внешний вид. Это описание затем используется для создания разбивки по кастингу, которая представляет собой документ, рассылаемый директорам по кастингу и агентам. Следующим шагом является выбор правильного кастинг-директора. Это важное решение, поскольку директор по кастингу отвечает за поиск актеров, которые воплотят персонажей в жизнь. Директор по кастингу тесно сотрудничает с режиссером и продюсерами, чтобы понять ведение проекта и определить, какие актеры нужны. Как только директор по кастингу выбран, начинаются поиски актеров. Это может включать различные методы, в том числе проведение прослушиваний, поиск в базах данных талантов и обращение к агентам. Директор по кастингу может также посещать театральные представления и кинофестивали в поисках талантов. Когда у кастинг-директора есть список потенциальных актеров, они начинают процесс прослушивания. Это нервный опыт для актеров, поскольку они должны выступать перед судейской коллегией, которая решит, подходят ли они для этой роли. Процесс прослушивания может быть разным, но обычно он включает в себя чтение строк из сценария и иногда импровизацию. После прослушивания директор по кастингу и продюсеры рассматривают выступления и решают, какие актеры лучше всего подходят для каждой роли. Они учитывают такие факторы, как химия с другими актерами, способность передать эмоции и личность персонажа, а также общую производительность. После того, как актеры выбраны, они проходят процесс переговоров по контракту. Это может включать в себя много переговоров между агентами актеров и продюсерами, поскольку они работают над согласованием заработной платы и других деталей контракта. Когда все согласовано, актеры подписывают контракты, и проект продвигается вперед. Многие любители кино оказывались полностью захваченными новым сериалом, с нетерпением ожидая следующего сезона. А затем внезапно узнавали, что сериал неожиданно закрыли. Это разочаровывающий опыт, и он стал слишком распространенным в последние годы. Так почему же сериалы заканчиваются после всего лишь одного сезона? Давайте рассмотрим некоторые причины этого явления. Одна из самых распространенных причин, по которой сериал заканчивается всего через один сезон, это низкие рейтинги. Ни для кого не секрет, что телевизионные сети занимаются зарабатыванием денег, и если сериал не собирает столько зрителей, сколько они хотят, вряд ли его продлят на следующий сезон. В сегодняшнем переполненном телевизионном ландшафте, когда у зрителей есть бесчисленное количество вариантов того, что смотреть, новому сериалу может быть трудно прорваться и найти аудиторию. Еще один фактор, который может способствовать окончанию сериала после одного сезона, это творческие разногласия между создателями и каналом. Сериал может иметь уникальные видения и стиль, которые отличают его от других. Но если руководители сети не согласны с этим видением, они могут предпочесть закрыть сериал, вместо того, чтобы попробовать что-то новое и необычное. Иногда сериал может закончиться после одного сезона просто потому, что оно задумывалось как ограниченная серия. В этом случае у создателей могла быть конкретная история, которую они хотели рассказать. И как только эта история была завершена, в дополнительных сезонах не было необходимости. Ограниченные серии становятся все более популярными в последние годы, и на то есть веские причины. Они дают создателям возможность рассказать полную и убедительную историю в рамках определенного количества эпизодов. Без необходимости придумывать новые сюжетные линии для продолжения нескольких сезонов. Ограниченные сериалы также могут привлечь знаменитых актеров, которые, возможно, не заинтересованы в длительном сериале, но рады перспективе работы над более коротким, более целенаправленным проектом. Еще одним преимуществом ограниченных сериалов является то, что они могут быть более экспериментальными и смелыми, чем традиционные проекты. Имея всего несколько серий для работы, создатели могут рисковать и раздвигать границы способами, которые могут быть невозможны с сериалами, рассчитанными на несколько сезонов. Ограниченные сериалы могут затрагивать сложную тему и могут быть более амбициозными в визуальном, а также повествовательном плане, чем другие сериалы. Актерское мастерство – это вид искусства, который веками очаровывал публику. От древнегреческих трагедий до современного кино, умение изображать эмоции и характеры на сцене или экране всегда высоко ценилось. Однако не все наделены природным талантом к актерскому мастерству, и многие могут задаться вопросом, почему это так. По своей сути, актерское мастерство требует сочетания врожденных способностей и приобретенных навыков. Наиболее фундаментальным аспектом актерского мастерства является способность убедительно выражать эмоции с помощью мимики, языка тела и модуляции голоса. Некоторые люди от природы одарены в этой области, обладая рядом выражений лица и жестов, которые могут передавать самые разные эмоции. Другим, возможно, придется много работать, чтобы развить эти навыки посредством практики и обучения. В дополнение к эмоциональному выражению актерское мастерство также требует способности понимать и воплощать характеры. Это означает возможность погрузиться в вымышленный мир и убедительно изобразить мысли, чувства и мотивы персонажа. Это требует высокого уровня эмпатии и воображения, которыми не каждый обладает в равной мере. Но одного таланта недостаточно, чтобы стать успешным актером. Это также требует самоотверженности, тяжелой работы и готовности учиться и расти. Актерское мастерство включает в себя ряд навыков – от анализа сценария и развития персонажа до вокальной подготовки и физических движений. Это требует часов практики и репетиций, часто без особого признания или вознаграждения. Только те, кто действительно увлечен своим ремеслом, могут упорно преодолевать трудности и неудачи. Будь то на сцене или на экране, актерское мастерство позволяет людям исследовать свои творческие способности, выражать свои эмоции и общаться с аудиторией мощным и осмысленным образом. Кроме того, важно понимать, что актерский талант может проявляться во многих различных формах. В то время как некоторые актеры могут преуспеть в драматических или эмоциональных ролях, другие могут блистать в комедийных выступлениях. Не существует универсального подхода к актерскому мастерству. Разные роли требуют разных навыков и талантов. Поэтому, хотя у некоторых людей может не быть естественной способности преуспеть в определенных типах ролей, у них могут быть другие таланты, которые делают их идеально подходящими для других типов выступлений. Добро пожаловать в мир развлечений 21 века, где компьютерная графика стала неотъемлемой частью кино и телеиндустрии. От захватывающих дух пейзажей до реалистичных динозавров, компьютерная графика произвела революцию в том, как мы рассказываем истории на экране. Но почему использование компьютерной графики стало настолько распространенным? Проще говоря, это потому, что они позволяют кинематографистам создавать вещи, которые невозможно или непомерно дорого сделать в реальной жизни. Хотите показать инопланетное вторжение на Землю? С компьютерной графикой проблем нет. Хотите воссоздать историческое событие, такое как крушение Титаника? Компьютерная графика может помочь в этом. Но речь идет не только о создании вещей, которые невозможны в реальной жизни. Компьютерная графика также может помочь сделать вещи более реальными. Например, представьте, что вы снимаете сцену в городе, но перекрывать улицы и привлекать всех людей и автомобили слишком дорого. Компьютерную графику также можно использовать для виртуальных декораций, которые можно использовать для съемок сцен в местах, которые слишком опасны или непрактичны для съемки. С помощью компьютерной графики вы можете создать цифровую версию города и добавить туда всех людей и автомобили, давая вам более убедительную сцену. Еще одна причина, по которой компьютерная графика в фильмах и сериалах так распространена, заключается в том, что она экономит время и деньги. В прежние времена кинематографистам приходилось создавать сложные декорации и модели, чтобы воплотить свое видение на экране. Это потребует много времени и ресурсов. Но с компьютерной графикой вы можете создавать все, что вам нужно в цифровом виде, что может сэкономить много времени и денег. Но несмотря на вызовы, компьютерная графика стала неотъемлемой частью индустрии кино, и без нее сложно представить мир. От эпических сражений до ошеломляющих визуальных эффектов. Компьютерная графика позволила нам рассказывать истории способами, которые когда-то были невозможны. Вы когда-нибудь задумывались, откуда берутся деньги, чтобы воплощать в жизнь ваши любимые сериалы и фильмы? Этот вопрос озадачил многих, и ответ на него одновременно завораживает и удивляет. Во-первых, важно понимать, что создание сериала или фильма – это немалый подвиг. Это требует много времени, сил и, конечно же, денег. Итак, откуда берутся эти деньги? Одним из источников являются сами студии. Многие студии имеют финансовую поддержку для финансирования собственного производства. Они могут позволить себе инвестировать миллионы долларов в один проект и надеются получить отдачу от своих инвестиций в виде кассовых сборов или доходов от онлайн-кинотеатров. Другой источник – независимые финансисты. Это богатые люди или компании, которые инвестируют в фильмы или сериалы в надежде получить прибыль. Они часто питают страсть к искусству и готовы рискнуть в проекте, в который верят. Многие из них финансируются продюсерскими компаниями, которые затем продают право сетям и стриминг-платформам. Это может включать в себя сложную сеть переговоров и сделок. Например, производственная компания может обратиться к каналам с пилотным эпизодом, надеясь получить финансирование для полного сериала. Если канал заинтересован, они могут предложить лицензионную плату или согласиться на совместное финансирование проекта. В качестве альтернативы некоторые сериалы полностью финансируются потоковой платформой, такой как Netflix или Amazon Prime, которые затем сохраняют право на сериалы. Еще один способ, с помощью которого кинематографисты могут финансировать свои проекты – это кинофестивали. Многие фестивали предлагают возможности финансирования или контакты с потенциальными инвесторами для фильмов-победителей. Кроме того, фильм, получивший положительные отзывы на фестивале, может вызвать интерес у дистрибьюторов, которые, возможно, захотят профинансировать более широкий прокат. Конечно, некоторые из крупнейших проектов на телевидении и в кино финансируются крупными студиями с большими карманами. Эти студии имеют доступ к огромным суммам денег и могут позволить взять на себя финансовый риск производства высокобюджетных фильмов и сериалов. Однако даже студиям приходится тщательно обдумывать, какие проекты они выбирают для финансирования, поскольку нет никаких гарантий возврата их инвестиций. Когда мы смотрим фильм или сериал, мы обычно не думаем о тяжелой работе, которая происходит за кулисами. Мы сосредоточены на актерах и их игре, но есть целая команда людей, неустанно работающих над тем, чтобы все выглядело идеально. Одним из самых важных членов этой команды является оператор. И во время съемок они сталкиваются с множеством трудностей, о которых мы даже не задумываемся. Прежде всего, операторы должны иметь дело с физическими требованиями своей работы. Им приходится часами стоять на ногах, таскать тяжелое оборудование и перемещать его, чтобы сделать идеальный снимок. Им приходится перемещаться по сложной местности, подниматься по лестнице и принимать странные позы, чтобы поймать правильный угол. Все это требует выносливости, силы и гибкости. Но физические требования – это только вершина айсберга. Операторам также приходится бороться с непредсказуемым характером их сюжета. Возможно, им придется снимать в экстремальных погодных условиях от палящего зноя до мороза. Или им придется снимать в сложных условиях, таких как пустыни, джунгли или под водой. Им также, возможно, придется иметь дело со сложными условиями освещения, такими как резкий солнечный свет, слабое освещение или быстро меняющееся освещение. Все это требует технических знаний и быстрого мышления. Затем идут творческие задачи. Операторы должны тесно сотрудничать с режиссерами, чтобы передать правильное настроение и тон для каждой сцены. Они должны уметь думать на ходу и придумывать творческие решения неожиданных проблем. Они должны уметь адаптировать свой стиль, чтобы он соответствовал видению проекта, над которым они работают. Несмотря на многочисленные трудности, с которыми сталкиваются операторы во время съемок, они остаются увлеченными своим делом. Они знают, что кадры, которые они снимают, могут создать или испортить сцену. И они полны решимости сделать все правильно. Они постоянно подталкивают себя к совершенствованию своих навыков и разработке новых методов. Будь то автомобильная погоня, сцена драки или драматический трюк, эти сцены требуют доли секунды и точности. Операторы должны иметь возможность плавно следить за действием и снимать его с разных углов, при этом оберегая себя и свое оборудование от опасности. Они знают, что отснятый ими материал может решить судьбу проекта, а может и разрушить его. И они стремятся добиться наилучших возможных результатов. Киноиндустрия – это бурлящий улей, в котором бесчисленное количество людей неустанно трудятся за кулисами, чтобы воплотить истории в жизнь на большом экране. Это масштабные мероприятия, и для того, чтобы все прошло гладко, необходима огромная команда людей. Но что именно входит в производство фильма и сериала? Съемочная группа состоит из множества отделов, у каждого из которых есть свои специфические задачи и обязанности. От постановочного дизайна до костюмов и грима, от кинематографии до звукового дизайна. Существует бесчисленное множество элементов, о которых необходимо позаботиться, чтобы создать успешный фильм. И в каждом отделе есть своя команда квалифицированных специалистов, работающих в унисон, чтобы воплотить замысел директора в реальность. Это немного похоже на хорошо смазанную машину, где каждая отдельная часть работает в гармонии с другими. Но дело не только в том, что каждый занимается своим делом, ключевое значение имеет общение. Каждый отдел должен быть в постоянном контакте друг с другом, чтобы все было слажено и работало для достижения одной цели. И не только разные отделы должны быть синхронизированы. Режиссер и продюсер также должны тесно сотрудничать, чтобы фильм или сериал не сбивались с пути и соответствовали их видению. Между съемочными группами существует настоящее чувство товарищества. С долгим рабочим днем и сжатыми сроками важно, чтобы все могли положиться друг на друга и работать вместе как одна команда. И с приливом адреналина, который приходит с волнением от создания чего-то особенного. Нередко можно увидеть улыбки на лицах всех, даже после изнурительного дня на съемочной площадке. Не только актеры оживляют фильм или сериал, но и армия опытных профессионалов, работающих за кулисами. Каждый из которых вносит свой вклад в создание чего-то действительно особенного. Но с правильной командой и правильным отношением все возможно. И давайте не будем забывать об исчисленных часах подготовки к съемкам фильма еще до того, как будет включена хотя бы одна камера. От написания сценария до кастинга, от поиска локации до создания раскадровки. Этап подготовки также важен, как и сама съемка. В конце концов, успешный фильм – это результат бесчисленных часов напряженной работы и самоотверженности огромной команды людей. От стадии подготовки к финальному редактированию каждый отдел должен работать вместе, чтобы создать что-то действительно особенное. И хотя это не всегда легко, конечный результат того стоит.